Они стоят в проходах и за рядами. Более того, наши сотрудники большими группами расположились и вне зала. Всего здесь собралось не менее 600 ученых и научных сотрудников. Что привлекло сюда столь занятых и интересных людей, умеющих ценить время и труд? Нет, здесь не научная конференция или съезд. Сегодня здесь не происходит партийное собрание или заседание клуба «Современник». В этом зале должна состояться дискуссия на тему «Облик ученого нового типа». Участвовать в таком непринужденном и крайне важном разговоре пришли известные всей стране ученые, академики, члены-корреспонденты Академии НОК СССР, профессора и старшие научные сотрудники. Большое количество находящейся здесь молодежи, работающей в науке, показывает, что тема дискуссии выбрана верно, что она практически важна. Действительно, строительство социализма в нашей стране и переход к развернутому созиданию основ коммунистического общества поставили перед советской наукой величайшие цели. Наша наука должна завоевать ведущее положение по всем направлениям знаний и стать при этом в полной мере непосредственной производительной силой общества. Наиболее разумно и справедливо устроенному обществу, высшему продукту истории человечества, естественно, должна соответствовать наиболее высоко развитая наука. И с другой стороны, только обратив наивысшее достижение науки в орудия производства и квалификации трудящихся, мы сможем построить это общество. Главным деятелем в науке, ее основной силой являются ученые, научные кадры. От них в решительной мере зависит достижение этих манящих и столь нужных народу целей. Новые цели требуют новых людей, новых идей, форм и методов труда в науке. Иными словами, величественные задачи советской науки, поставленные перед ней партией, должны пробудить и закрепить у людей новые качества, обладая которыми они, несомненно, достигнут этих целей. Так всегда было в истории человечества, что великие события рождали новых людей. Об этом говорили многие ученые, выступавшие в дискуссии. На что же такой ученый нового типа? Какими качествами должен обладать научный работник, чтобы добиться выполнения задач советской науки? Многие отмечали, что новый ученый должен быть трудолюбивым, предельно добросовестным, глубоко и широко знающим свой предмет. Многое указывалось о скромности и коллективизме ученого, о стремлении к истине и моральной чистоте. Но все это в той или иной мере всегда было присуще наиболее передовым деятелям науки. Главной чертой ученого нового типа, так получилось в итоге наших споров, должно стать сочетание глубокой научности с высокой партийностью. Задолго до наших дней Владимир Ильич Ленин определил понятие партийности. Он писал, что под партийностью надо понимать сознательное действие философа, литератора или ученого в интересах своего класса, то есть рабочих и крестьян. Именно совершенно осознанное, преднамеренное, постоянно воскрешаемое и целенаправленное творческое искание ученого новых путей для повышения производительности труда, облегчение условий жизни для служения народу составляет сущность партийного поведения исследователя. Стихийная наука всегда была связана с потребностями производства, а ученые действовали в соответствии с этими потребностями. Но в обществах досоциалистических, где существует эксплуатация, между наукой и производством стоит предприниматель, который присваивает себе все блага науки, и она не сможет стать слугой своего народа. Социалистическая революция убирает предпринимателей, и ученые впервые за всю историю науки получают полную возможность передать результаты своих трудов народному хозяйству в полном смысле этого благородного дела. Однако использование такой возможности, превращение ее в действительность, в большой мере зависит от сознательности ученого, от осознанного и действенного желания подчинить свою работу, велению времени и общества. Немалому числу ученых кажется, что двигательной силой их деятельности является интерес к познанию закономерности природы и общества, увлечение творческим актом или личной материальной заинтересованности. Но куда более могучей и активной силой привязанности к своему народу желание сделать его счастливым. Только надо эти силы почувствовать и развить себя, а уже они возбуждают высшее вдохновение и неисчерпаемую энергию. Понятно, что для проявления партийности в науке отнюдь не обязательно состоять в партии, но для достижения целей социалистической науки единение научности и партийности безусловно необходимо. Пример такого соединения должны показать ученые-коммунисты. Требование партийности в науке особенно необходимо для превращения науки в непосредственную производительную силу общества, для осуществления максимальной связи науки и производства. Какими же конкретными путями реализует ученый нового типа свою партийность? В чем выражается его партийность, коммунистическое отношение к труду? На эти вопросы отвечали и академик Соболев, и член-корреспондент Академии наук Фруденский, и профессора Гастрем, Обут, Матвиенков, Сегорский и многие другие. Черты ученого нового типа представляются нам сегодня в виде, прежде всего, направленности научной работы на коммунистическое строительство. Каждый ученый в наше время имеет возможность посвятить свои усилия одному из направлений технического или культурного прогресса нашей Родины. Коммунистическое строительство предусматривает подъем буквально всех видов человеческой деятельности. Конечно, для этой цели совсем не обязательно всем ученым заниматься сегодняшним днем науки и техники. Громадную роль в нашу эпоху играет научный поиск, проведение поисковых работ, имеющих целью исследования новых явлений природы и общества и последующую постановку их на службу обществу. Занятие передовых позиций в науке и означает как можно более далекий взгляд и перспективы ее развития, обнаружение особенно перспективных направлений, новых закономерностей. Такой метод работы ученого мы называем дальней разведкой в науке с целью создания научного задела. Именно он обеспечивает надежное ведущее положение в том или ином научном направлении. Задача воспитания передового ученого состоит в том, чтобы борьба за завоевание ведущего положения в его отрасли науки происходила бы сознательно и организованно, чтобы и в этом важнейшем деле не допускалась самотека и стихийности. Современная наука особенно сильно нуждается в исследованиях большого масштаба. Поэтому одной из основных черт ученого нового типа должна быть значимость, фундаментальность проводимой научной работы. Нельзя заниматься мелочами в науке, простым умножением малозначительных результатов. Коммунистическое строительство нуждается в принципиальных решениях технических проблем, приводящих к резкому возрастанию производительности труда. Исследования настоящего ученого должны быть результативными. Нельзя заниматься наукой ради науки. Ведь научное исследование — это только средство для технического прогресса, но не самоцель. Поэтому в результате творческого труда ученого должны формулироваться практические предложения о том, как улучшить тот или иной участок строительства, как облегчить жизнь человека. Однако только сформулированные монографии, отчете или статье предложения, хотя и пробьют себе путь на производство, еще не является завершенным трудом исследователя. Он должен всемерно содействовать их внедрению в народное хозяйство страны, заинтересовать производственный коллектив, участвовать в его работе и помочь в производственном освоении результатов своего научного дела. При этом, конечно, не надо подменять инженерно-технический состав конструкторских бюро и предприятий, которые обязаны, в свою очередь, всемерно содействовать научно-техническому прогрессу. Современный ученый должен научиться экономической оценке внедряемого предложения, ибо нередко кажущееся весьма эффективным научное предложение при его освоении с учетом затрат на переоборудование производственных предприятий оказывается уже менее доходным. Наиболее крупные открытия в науке делаются ныне коллективами ученых, инженеров и рабочих. Одной из наиболее существенных черт коллективности в науке является сочетание труда ученых разных специальностей, разнообразных направлений, теоретиков и экспериментаторов. Для ученого нового типа должно быть свойственно содействие коллективности научного труда, подчинение личных интересов интересам коллектива. Исторически научная работа тяготеет коллективности, поэтому для нового ученого обязательным является преднамеренное создание коллектива в настыках наук, содействие взаимному проникновению методов одних наук в другие. Коллектив ученых одной специальности – это сегодня уже только примитивная форма объединения. Куда более важно сочетание деятельности ученых разных специальностей, созданное во имя решения фундаментальной научной задачи. Фронт научных работ в нашей стране проходит практически через все общественно полезные дела. Однако в науке есть главное направление, а задача ученого состоит в умелой концентрации научных сил и средств именно на этих главных задачах науки. Нельзя распылять научные силы по многим направлениям. Особое значение имеют те области исследования, где наметился успех, который надлежит развить и закрепить. На них надо собирать силы ученых. В эпоху утверждения идей коммунизма весьма большое значение имеет идеологическая трактовка научного открытия, использование достижений науки для доказательства правоты и дальнейшего развития диалектического материализма. Поэтому одной из характерных черт современного ученого является сознательное применение диалектического материализма в научных исследованиях, руководство ленинской теории познания. Ученый обязан разоблачать современный идеализм и поповщину, пытающийся укрепить капитализм и религию, уже давно обреченные историей на гибель. В наше время нельзя быть только стихийным и пассивным материалистом. Надо стать сознательным и воинствующим проводником философии коммунизма. Научное достижение только тогда превращается в производительную силу, когда его содержание и полезность становятся очевидным и для широкого круга производственников. Поэтому передача научных знаний людям составляет одну из насущнейших задач представителей науки. Ученый нового типа должен считать своим долгом постоянную лекционную пропаганду, причем именно на производстве. Чтобы науку сделать действительно производительной силой общества, надо уровень знаний всех трудящихся довести до уровня знаний ученых, а ученые должны сблизиться с производством настолько, насколько к нему близки рабочие и колхозники. По мере приближения к коммунизму все большую роль играют общественные формы руководства научным процессом. Значение общественности в науке непрерывно увеличивается. Поэтому для ученого является характерным заметная занятость общественными заданиями, участие в общественной жизни. При этом необходимым условием становится равномерная загрузка ученых и привлечение в общественную работу молодежи. Общественная деятельность весьма содействует улучшению моральных качеств человека и прививает ему организационные способности, так необходимые в свете коллективизации науки. Превращение науки в решающий фактор расцвета народного хозяйства требует нарастающего и непрерывного притока в науку людей, обладающих действительными склонностями к научному анализу. Это вызывает к жизни специально организованную систему поиска и подготовки талантливой молодежи. «Нет ученых без учеников» – таков лозунг передовой науки. Каждый должен готовить себе научную смену, причем этому качеству надо обучать параллельно с научной подготовкой. Студенты должны принимать участие в подготовке и отборе школьников, младшие научные сотрудники студентов и так далее. Для этого школьники должны как можно ранее общаться с учебными и научными институтами, студенты должны проходить усиленную практику в научных учреждениях. Связь с школой с жизнью обязана развиваться как по линии производства, так и по линии науки. Второй стороной деятельности ученого нового типа становится активная и непрерывная подготовка научной смены и связь со школой. Своеобразное звучание приобретает ныне также научная критика. Она носит характер коллективной и развивается на всех этапах научного исследования и отнюдь не только после завершения работы. Настоящий ученый не избегает критики, а стремится выставить свою работу на суд общественности. В связи с этим растет доля самокритики и самоконтроля. Научная критика и самокритика из требования превращаются в осознанную необходимость. Таков обобщенный по данным нашей теоретической конференции облик ученого эпохи строительства коммунизма. Конечно, он и может быть еще не до конца очерчен, а в какой-то части даже и не вполне точно нарисован. Но уже самая постановка в диспуте такой проблемы содействовала самосовершенствованию наших ученых и возбуждала мысли о том, какими они должны вскоре стать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok